всем привет и сегодня мы вот тут с вами на лазурном побережье не знаю многие из вас наверняка догадались где эта местность где этот чудесный просторный пляж а некоторые может быть и остаются в неведении сейчас немножко полетаем я думаю вы знаете самостоятельно дело в том что здесь я ходил даже ходил вот туда вот подальше прямо практически до горизонта за дерево точно это автокемпинг ребята автокемпинг скажу вам по секрету это поселок аше ну и я как всегда тренируюсь летать вместе с жиком в этой местности сигнал намного лучше чем найти где где бы я не был ранее и поэтому в жик может даже подняться повыше пониже полететь повернуться я стараюсь делать это плавно но пока как видите у меня не все совсем так идеально получается ну ладно это уже другой вопрос а вы обратите внимание на море какое оно чистое и прозрачное очень даже море спокойное красивое такое впечатление что будто бы лето и все так классно и все хорошо на горизонте появляется что-то там вроде туапсе порт мыс доброй надежды назовем это так пусть и реки и непосредственно сам кемпинг вот эти вот белые синенькие строения это все кемпинг под деревьями я знаю что некоторые мои подписчики предпочитают такой отдых почему нет тоже здорово наверно но так как бы не по мне не знаю почему ладно любуемся любуемся горами дорожка там дорога и меди федеральная трасса тоже где там проходит только что пробел мелькнул автомобиля ножик разворачивается и показывает нам вот такую вот красоту несмотря на то что у нас сентябрь же практически заканчивается обратите внимание какие зеленые деревья да в горах где то есть вот такая вот что-то несколько желтые оттенки связаны с тем с отсутствием воды это лето было очень даже жарко а сейчас море какое смотрите как блестит как будто золото бриллианты они вода морская кто-то заплыл очень достаточно так далеко смотрите он кто-то загорает но людей в целом на пляже а как видите очень очень мало практически у нас на центральном пляже на лазурном людей будет в разы больше особенно вот в это время это порядка один 10 11 часов я не помню точно но где-то вот так но зато нету буйков можно заплывать далеко глубоко если конечно умеете плавать там на горизонте смотрите видно колесо обозрения до лазерской тут всего ничего красота за углом ведутся какие-то строительные работы судя по всему но туда мы со вжиком не полетели меня несколько смутило там стояла такая телефонная вышка я побоялся что просто потеряю сигнал поэтому решил как бы вот так ограничиться полетом над водой летишь и чувствуешь себя птичка особенно когда смотришь на экране так вообще вон там что-то какие-то насыпи то ли пляжи делают я не знаю а вот и вышка сама да вот которая меня несколько смутило извините за столь резкий поворот самого в глазах так промелькнуло все и теперь мы летим с подсвеченной стороны эта сторона мне всегда нравилось я имею до подсвеченная картинка намного ярче намного красивее вот можно сосчитать всех людей 1 2 3 4 5 6 7 вроде бы 8 9 10 11 12 13 14 на 16 на 18 ну в общем до 40 человек на на пляже наберется как бы вот так я летал достаточно высоко поэтому не все замечали ржика она вот в основном дети они понимали что что-то жужжит и это привлекало их внимание нет задирала ли голову вверх и я слышал со всех сторон дрон дрон коптер как только не называли в жига ах у него ведь есть имя как бы вот так сейчас летим несколько пониже чем первый раз немножечко уже начинаю привыкать к нему чуть-чуть уже получается летать по приборам я имею по экрану монитора этого не монитора телефона потому как в полете жиг просто выходит из прямой видимости точнее он находится прямой видимости ну зрение уже человеческое не позволяет его рассмотреть если сильно сильно хорошо всматриваться теоретически можно его заметить если это солнце не мешает этому так что как бы вот так летаем по приборам а сейчас у нас вот видите такой вот эксперимент мы смотрим с вами на поселок аше но в основном здесь конечно же представлена улица репина это центральная улица как я говорил центральная курортная такая лет есть еще туристская улица там наверняка ряд других улиц тоже есть мне нравится вот это и кажется вот на горе там улица хризантем она кажется тоже чуточку чуточку попала в кадр вот все время когда вижу такие картинки я вспоминаю слова михаила вот если бы у всех были одинаковые крыши но если не черепица то хотя бы коричневые одинаковые они были домики были белые там было бы очень здорово ну я уже не говорю про геометрию улиц она чтобы лазарская что ваше не соблюдается абсолютно но в целом вид очень даже красивые замечательные шоколадные питательные это из рекламы наисколько как он к сожалению дергать камеры плавно я пока еще не очень научился вот обратите внимание на новый дворик какой-то с новыми домиками такими небольшими внутри площадка пальмочки чё так интересно люди стараются делают красоту наводят горы вот перед нами предстал наверно не весь но одна из основных частей поселка ше здорово наблюдать баки цска ярославль все это вы можете прочитать вот прямо здесь на бетонных плитах которые находятся внизу даже автотранспорт кажется таким маленьким маленьким видите какой вжик маленький а летучий локомотив и вот она кромка моря красота во второй половине дня наверняка была бы карман картинка несколько другой тоже по-своему красивые так как солнце было бы находилась как раз за вжиком и освещала бы вообще все горы все 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 любуйтесь смотрите и не говорите что не видели там повыше проходит федеральная трасса ну вот ведь как-то выезжает народ и на пляж практически по пляжу едут на автомобилях я не знаю потайного хода хода ходов наверное с автокемпинга вот так вот как-то проруливают и замечательный вид струнту а пса я бы туда никогда не забрался а люди которые плавают мы в море посмотреть и малюсенькие такие не точно не помню какая высота лужика но порядка 60 метров на на есть все таки вот не знаю как вам а мне уж очень нравится даже отсюда можно рассмотреть но какое дно там в море не хуже чем на мальдивах ну может быть не такой красивый песочек там такой белый красивые и пушистые даже есть надпись украина вот так вот а людей как видите практически нету уже немножко опускается поближе к морю когда летаешь знаете так немножко страшно бог знает где он летает и ты его практически глазами его уже не видишь ну вот если кто хотел меня увидит может стать и меня найти я есть вот видите надпись csk беленькая такая вот левейную 010 сижу я в темной футболке загнулся уставился в монитор телефона в экран телефона и пытаюсь управлять вжиком теперь вы точно меня увидели целиком практически полностью воронеж павловск перьмь баски какие-то успенка ну и аше конечно же тоже вот такой малюсенький полет немножечко конечно побаиваешься когда летаешь какие-нибудь провода не задеть тут их достаточно много ну отличный вид на поселок вот видно всю улицу репина здесь этот маршрут который я прошел пешочком видно что еще здоровый кусок не охватенной земли огроменный застроит но сто процентов уверен застроит лишь бы только улице сделали ровно и красиво нам давать целе указания но как бы нам то некуда стрелять как бы вот так кто-то наверняка увидит вспомнит свой домик которым проживал а кто-то впервые посмотрим такой вот поселок аше который находится буквально там по указателям 3 километра от границы поселка лазовская по факту конечно да чуть чуть больше но если от указателя до указателя то три километра там плюс-минус может быть метры так что как бы вот так но потихонечку бжик опускается приземляется на этом ролик аж потихонечку соответственно заканчивается и вы увидите его уже сегодня уже сегодня увидеть это я буду видеть вчера а вы сегодня много кафе и столовой закрыта но в принципе уже посмотрели на уника ролик я прошелся по поселку аше вот здесь по этой части улице репина и все вам показал а по всему говорю вам до свидания конечно же до новых встреч скоро полетаем где-нибудь еще и пока не знаю где пока